Продолжение следует... Здравствуйте! Мы будем отвечать на вопросы, которых, наверное, будет сегодня очень много. Я бы хотел несколько слов сказать о том, как проходила подготовка к ЕГЭ 2020 и какие особенности этого года и цифры мы на сегодняшний день имеем. Ну, хочу сказать, что ЕГЭ у нас стартует фактически 29 июня, и они начнутся со пробных экзаменов. Ну, до этого такой не было у нас сущности, но мы все понимаем и благодарны на то, что и правительство откликнулось на нашу просьбу. Эти пробные экзамены 29 и 30 были необходимы для того, чтобы все-таки еще раз отрепетировать все моменты, связанные с правильным проходом участников экзамена, выпускников в первую очередь, потом организаторов экзамена, в пункты проведения экзамена. Чтобы у нас не было соблюдалось дистанцирование в первую очередь, определялась, замерялась температура, посмотреть, как будут регулировать взрослые потоки детей, которые многие в течение нескольких месяцев друг друга не видели. Для многих из них это первая встреча именно на ЕГЭ. Вот здесь самое важное, и это подчеркивал президент Владимир Владимирович Путин, когда мы будем проводить ЕГЭ в этом году, самое важное, самое первое, это безопасность наших детей и организаторов, а это учителя. И вот для этого нам эти два дня необходимы, и мы большое пристальное внимание уделим, как будет проходить этот день. Также будут у нас и наблюдения, и надзорные функции мы будем осуществлять, чтобы посмотреть, что все пункты нашей рекомендации, которые мы отправили в субъекты, использовали. Сегодня у нас буквально сейчас тоже идет апробация, апробируется вся техника фактически и работа организаторов по печати контрольно-измерительных материалов. Сейчас по московскому времени у нас как раз участвует Москва и все регионы, которые в московском часовом поясе уже заканчивают апробацию. На сегодняшний день мы видим готовность практически всех субъектов. В этой апробации есть небольшие единичные случаи, которые мы обязательно после апробации разберем и принимем на вооружение. Этот год для федеральной службы, для подведомственных учреждений, которые обслуживают процедуру проведения единого государственного экзамена, еще более сложный и ответственный. На самом деле есть такое понимание, что провести ЕГЭ, вроде бы отработанная процедура. Но многие не видят ту закулисную работу, которая проходит начиная с начала учебного года. С 1 сентября публикуются Федеральным институтом педагогических измерений демонстрационные контрольно-измерительные материалы, демоверсии. Все учителя, которые готовят выпускников и ученики, с нетерпением всегда ждут этого момента, потому что эти демоверсии как раз-таки задают тон, каким будет экзамен летом в конце учебного года. Дальше осенью проходит несколько апробаций программного обеспечения, как правило. Мы не стоим на месте, все время модернизируем технологическую часть экзамена. Экзамен у нас очень высокотехнологичный сейчас, на сегодняшний день. Мы можем этим гордиться. Такой скорости обработки, такого количества работ нигде в мире точно нет. С такими подходами к контролю измерительных материалов. Поэтому это очень трудоемкая, трудозататная история. И, как правило, в течение года до шести апробаций мы проходим. К сожалению, в этом году мы успели только в феврале одну апробацию провести. И вот сегодня мы начинаем перед самым экзаменом. Из-за пандемии мы ничего делать этого не могли. Начали вторую апробацию. И завтра будет апробация еще по, как работает у нас оборудование, по иностранным языкам. Ну и про два пробных экзамена я уже сказал. Поэтому мы все делаем для того, чтобы экзамен был не только безопасным, но еще и комфортным для проведения. Мы понимаем совершенно ответственно, что выпускники и родители тоже утомлены ожиданием, утомлены обстановкой. Экзамен сдвинулся на целый месяц. Погода жаркая, значит. И здесь права на ошибку у нас, конечно, нет. Но снова же мы все усилия прикладываем, чтобы сбоев в программном обеспечении не было. Потому что все контрольно-измерительные материалы у нас были все-таки произведены и отправлены под прошлое расписание. Сейчас все программное обеспечение, дополнительные контрольно-измерительные материалы, они допечатаются, отправляются в регион. И вот здесь все вот эти риски нам надо нивелировать. Ну, по количественным показателям, какие у нас на сегодняшний день есть. Ну, как я сказал, экзамен стартует у нас 29 июня, закончится 25 июля. У нас 714 тысяч участников, в том числе свыше 620 тысяч выпускников этого года. Надо отметить, что у нас все-таки есть некое уменьшение, сокращение числа выпускников. Это достаточно высокая цифра, 72 тысячи человек. Дело в том, что в этом году, все знают, аттестаты в школах были выданы по итоговым оценкам. И здесь много участников, которые заявились только на русский язык и математику, ну, не собирались фактически поступать в высшие учебные заведения, они отказались от участия. И вот здесь цифра окончательная на сегодняшний день зарегистрированных участников – 714 тысяч. Количество пунктов проведения экзамена у нас тоже значительно не выросло. Их на сегодняшний день заявлено 5 728. И дополнительно мы получили 57 пунктов проведения экзамена. Кроме того, дополнительный заказ материалов контрольно-измерительных состоял 178 тысяч. Ну, нас радует цифра, что количество пунктов не увеличено. Это все-таки нагрузка на субъекты, это нагрузка на специалистов, которые организуют экзамен, участвуют в организации экзамена. Их у нас 289 тысяч. Это у нас произошло, в первую очередь, благодаря тому, что мы разбили самый большой экзамен, русский язык, на два дня. И часть экзаменов больших рекомендовали все-таки провести, тоже разбить потоки, если это необходимо в том или ином субъекте, перенести часть ребят на сдачу в резервные дни основного периода или основного периода. Значит, 12 тысяч медицинских работников у нас будет в этом году привлечено к процедуре проведения. Нам в этом году особенно понадобится их помощь, значит, я об их работе тоже позже скажу. Ну, в первую очередь, они у нас будут участвовать в проходе ребят и проводить бесконтактную термометрию и определять, стоит допускать выпускника или нет, если температура у нас повышена. Ежегодно к мониторингу у нас привлекается 40 тысяч общественных наблюдателей. И в этом году, как регионального, так и федерального уровня, в этом году, несмотря на всю ситуацию, эта работа у нас будет продолжена. Есть рекомендация от нас и Роспотребнадзора. Общественные наблюдатели, в отличие от прошлых лет, не будут находиться в аудиториях, они будут находиться в коридорах, в других зонах, штабах и следить за тем, как проходит экзамен. Кроме того, у нас большое количество 2076 федеральных онлайн-наблюдателей будут функционировать в 37 ситуационных центрах. Кроме того, они тоже поработали мы над этим, обучение провели. Многие наблюдатели, обученные нами, будут проводить общественное наблюдение непосредственно на дому. У нас на нашем уровне администраторы будут отслеживать качество работы всех общественных онлайн-наблюдателей. Есть у нас новая фишка, так скажем, этого года, мы ее уже апробировали. Всех она, когда первые статьи об этом пошли, что-то напугало. У нас будут работать элементы искусственного интеллекта в видеонаблюдении. То есть уже апробация прошла у нас, и в этом году полномасштабно видеонаблюдение будет у нас так запрограммировано, когда искусственный интеллект будет сам определять, ставить метки в тех случаях, если мы увидим какое-то нестандартное поведение, телефон в руках и так далее. То есть несколько лет специалисты Ростелекома эту работу проводили. Она нам поможет выявлять на ранней стадии нарушения. Но я хочу здесь подчеркнуть, искусственный интеллект не решает, удалять ребенка или нет. Он просто ставится метка, на которую стоит обратить внимание. И наши модераторы, это уже живые, так скажем, онлайн-наблюдатели, проверяют, верифицируют эти метки. Если действительно человек не искусственный, человек видит, что нарушение возможно происходит, тогда мы уже связываемся с пунктом проведения экзамена и ориентируем организаторов аудитории на то, чтобы они перепроверили эту информацию. На самом деле такие подходы нам помогают в том, чтобы лишние люди не присутствовали на экзамене, не ходили между рядами. Это всегда раздражало ребят, но общественных наблюдателей, которые присутствуют в аудитории, тоже мы слышали такие отрицательные отклики. Сейчас это будет автоматически происходить, и никто, честно сдающих ребят, никто от экзамена отвлекать не будет. У нас, кроме того, организовано 73 пункта проведения в 53 странах за рубежом. Все ребята, которые по каким-то причинам оказались, не смогли вернуться в страну в других странах, мы с ними тоже в ручном режиме отрабатывали, и мы организовали сдачу именно таких, в том числе, ребят, в этих пунктах. Про особенности процедуры этого года скажу несколько слов. ЕГЭ только для поступления в ВУЗ, аттестаты выданы без результатов единого государственного экзамена, об этом все знают, это, я считаю, правильное решение, и оно очень сильно разгрузило и школы, и морально поддержало и выпускников, и родителей. ЕГЭ, соответственно, по базовой математике не имеет смысла для сдачи, и эта базовая математика была исключена у нас из расписания, сдают только профильную математику, которая засчитывается при поступлении в высшие учебные заведения. Выпускники прошлых лет сдают экзамены в основные дни основного периода. Мы раньше разводили потоки, они, выпускники прошлых лет у нас должны были сдавать весной, а часть выпускников, которая по объективным причинам прошлых лет не смогла заявиться на весну, сдавали в резервные дни основного периода. В этом году все будут одновременно сдавать, ситуация так сложилась. Нам главное сейчас для всех желающих поступать, организовать качественно эту процедуру. Десятиклассники тоже не смогут в этом году сдавать единый государственный экзамен. В первую очередь обезопасить их, и в том числе уменьшить количество участников экзамена, потому что у нас введены правила дистанцирования в аудиториях, и здесь количество участников, чем их меньше, тем безопаснее на самом деле организовать экзамен. Так как десятиклассники не поступают в этом году в УЗ, мы приняли такое решение, что свою попытку они сделают через год. Можно изменить перечень предметов и сроки за неделю до экзамена, если есть уважительные причины на то в заявительном порядке. Апелляции всем регионам рекомендовано проводить дистанционно. У нас и в прошлом было несколько субъектов, которые проводили. Москва в том числе апелляцию дистанционно. Сейчас наша рекомендация, рекомендация Министерства просвещения, проводить ее дистанционно, чтобы снова же обезопасить всех участников данной процедуры. Дополнительный период ЕГЭ у нас будет в августе этого года. Там тоже будут участвовать те ребята, которые по каким-то объективным причинам не смогли принять участие в основные дни экзамена. Все задают, и родители в том числе, вопрос, а в этом году пересдач не будет. Дело в том, что и в прошлые годы пересдач не было, кроме предметов русский язык и математики. Профильные предметы никогда не пересдавались. Почему-то всех удивило это заявление. Пересдавать русский язык в этом году и профильную математики смысла нет, потому что аттестаты ребята получили. Поэтому пересдач нет никаких. Есть одна попытка, и если те баллы, которые получат, будут использоваться для поступления в высшие учебные заведения. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить и Министерство науки Российской Федерации, и Совет Ректоров, Виктора Антоновича Садовничева, за то, что все-таки мы совместно, в том числе Минпродосвещение, провели такое знаковое совещание, где было признано, что единому государственному экзамену, несмотря на сегодняшнюю сложную ситуацию, альтернативы на сегодня не было. Были разные предложения о том, чтобы сократить количество сдаваемых экзаменов до двух, другие предложения проводить в неком другом формате, но обсудив и выслушав все наши доводы, мы бы просто показали, какой формат это все произведет. Все вопросы были сняты, нас поддержали, и единый государственный экзамен будет проводиться. Было принято там решение такое. Следующее. Ну, расписание основного периода, все его видели, оно утверждено, оно опубликовано. Все регионы, все родители, организаторы экзамена, работники образования заточены под данные даты. Надеюсь, летом каких-то аномальных вспышек не будет, и это расписание, оно уже, наверное, точно не поменяется, и мы по этому расписанию все-таки проведем экзамены. Выбор предметов участниками основного периода. Ну, здесь тоже мы таких сюрпризов каких-то не увидели. Как всегда, русский язык – самовыборный предмет. Во-первых, это государственный язык, во-вторых, все высшие учебные заведения принимают результаты. Один из предметов, который учитывается, это, конечно же, русский язык. Дальше у нас профильная математика по обыванию около 390, почти 400 тысяч. Общество знания – 348 тысяч, ну и так далее. То есть цифры не аномальные, они такие же соизмеримые с прошлыми годами. Меры эпидемиологической безопасности при проведении ЕГЭ. Ну, я, как уже говорил, работники медицинские у нас впервые будут не сидеть изначально в медпункте и ждать, когда к ним кто-то обратится. Они непосредственно начнут, примут участие при организации прохода ребят. И замерять температуру, определять, стоит допускать выпускника к экзамену, будет решать не организатор-учитель, а организатор, так скажем, медик. Им виднее, поэтому здесь будем полагаться на их правильные решения, диагнозы, так сказать. Уборка в пунктах проведения экзамена будет обязательно, дезинфекция до экзамена и будет проводиться перед каждым экзаменом. Не перед началом этапа, а перед каждым экзаменом. Маски и перчатки обязательны для организаторов и наблюдателей. Дистанцирование предусмотрено не менее полутора метров. Дозаторы с антисептиками должны быть во всех пунктах. Эти меры составлены совместно с рекомендациями Роспотребнадзора. Методические рекомендации, выпущенные Рособорнадзором, согласованы Министерством просвещения и направлены у нас в субъекты Российской Федерации. 29-го и 30-го, как раз-таки в первую очередь мы будем проверять, как организована вот эта работа по соблюдению эпидемиологической безопасности. Ну и в конце хотелось бы сказать, что вопросов мы максимально открыто пытались все эти три месяца, понимая ситуацию, обеспокоенность наших граждан, максимально информировать на наших всех ресурсах, на ресурсах подведомственных учреждений, Федерального центра тестирования, Федерального института педагогических измерений, на сайте Рособорнадзора. Ну, ситуация такая, что у всех есть обеспокоенность, волнение, и не всегда выпускники, родители, те же учителя не там смотрят, так скажем, или не то слушают. Очень много всяких фейковых, значит, новостей, которые выходят в различных группах, соцсетях, и они дезориентируют будущих участников экзамена. Именно поэтому все эти месяцы, горячая линия Рособорнадзора по вопросам организации проведения ЕГЭ работала, с апреля месяца начинаем, и все время анонсировали эту работу. Кроме того, есть линия доверия для участников ЕГЭ, она у нас ежегодно работает, это ее номер 495-104-68-38. Туда может позвонить абсолютно каждый ребенок, родитель, организатор, если он считает, что в том или ином пункте меры в этом году, особенно связанные с безопасностью здоровья наших участников, не соблюдены. Если они испытывают какую-то беспокойность по поводу того, что, возможно, на этом пункте будут какие-то нарушения, эта горячая линия работает, и сложилась такая традиция уже несколько лет. По итогам каждого экзамена у нас идут совещания, и один из самых важных вопросов, как раз-таки обсуждение всех звонков, которые поступили на эту линию, отработка их и доклад соответствующего начальника управления о том, что подтвердилась ли информация по тому или иному звонку. Поэтому эти телефоны работают. Мы надеемся на то, что все в этом году будут искать информацию, в первую очередь, на наших ресурсах, а если там эта информация не дала ответов на вопросы, не искать в Гугле или Яндексе с запросами, а именно обратиться на нашу горячую линию, мы дадим полный, исчерпывающий ответ с рекомендациями по дальнейшему. Уважаемые коллеги, огромное спасибо, Анзар Ахмедович. Мы получаем буквально такой большой поток вопросов. Условно их можно разделить на три группы из того, что приходит. Первая группа вопросов связана с вопросами обеспечения качества процедуры и вообще качества образования. Вторая группа, конечно, связана с организацией самой процедуры на месте, в помещении, в школе, в ППК, в классе. И безопасность, то, о чем Вы говорили в контексте COVID-19. И есть еще один вопрос, связанный с апелляциями в том числе. И вопросы есть как от журналистов, собственно, ребят, участников, от родителей, и в том числе от педагогов. Я бы хотела начать, если позволите, вот давайте с этой медицинской истории. Мне кажется, она такая, ну вот здесь много ответов, и мне кажется, она такая наиболее яркая. Значит, первый вопрос, который спрашивают родители, и прямо буквально серия вот сейчас поступила, касается того, как, собственно, будут организованы помещения. Потому что, с одной стороны, да, уборка, значит, безусловно, вот, подготовка помещений. Но во время самого экзамена, обращают на это внимание, который идет несколько часов, предполагается, что двери и окна должны быть закрыты. Будут ли открываться для проветривания окна? Вот об этом спрашивают родители в первую очередь, чтобы, ну, потому что в ряде регионов было в том числе озвучено пожелание, чтобы выпускники были в масках. Это вот тоже беспокоит. То есть будет ли хватать воздуха детям? Ну, действительно, актуальный вопрос. Дело в том, что, ну, так сложилось, школы не имело смысла вообще даже в самых жарких регионах, южных, ставить кондиционирование, потому что летом школа у нас, как правило, находится на отдыхе, и учебного процесса там нет. У нас и в прошлые годы возникали вопросы, когда были случаи, что окна держали закрытыми, а перед этим делали влажную уборку. Я помню, я сам вмешивался в ситуацию, это лет пять назад было. Перестраховывали взрослые, чтобы не было никаких нарушений, их соображений. Вот за 15 минут до экзамена влажная уборка, в классе духота, еще садятся дети, жарко, такая же температура, как сейчас. И к нам как раз-таки поступил звонок на нашу линию от общественного наблюдателя. Мы вмешались и эту ситуацию, ну, приземлили. В этом году всем рекомендовано, мы провели персонально с каждым министром, совместно с Министерством просвещения, совещание со всеми 85 министрами, и там подробно разобрали ситуацию, которая будет в этом году. С нашей стороны нет рекомендации, чтобы окна были закрыты, и нет такого требования, он ни в каких порядках не прописан. Есть история, которую мы в прошлые годы встречали, когда дети, сидящие рядом с окнами, от порывов ветра, их контрольно-измерительные материалы, у нас даже видео есть, разлетаются, значит, по аудитории, потом вот этот комплект, в принципе, собрать невозможно, потому что здесь все зашифровано, то есть бланки ответов и так далее. Поэтому здесь есть риски, мы соответствующие рекомендации тоже озвучили, и как раз-таки на апробациях это тоже будет выявляться. Поэтому нет жесткой рекомендации, чтобы окна закрыли, к тем и так тяжелым условиям, в которых они участвуют, еще создавать какие-то дополнительные проблемы для детей. По поводу масок и перчаток для ребят, участников экзамена. Ну, рекомендации Роспотребнадзора и совместной нашей, когда мы отрабатывали, нет требования к тому, чтобы на детях дети одевали их. Но, тем не менее, мы вместе совместно дали рекомендации субъектам, на месте, так скажем, виднее говорят. И ситуация, если в одних регионах практически пошла на спад, в некоторых регионах уже ноль вновь заразившихся, и давно пройден пик. Сейчас есть ряд регионов, где, наоборот, они еще на пике. И поэтому решать, будут ли дети в масках или нет, это решение будет принимать региональный оперативный штаб. Вот здесь, конечно, нам вмешиваться, мы не считаем правильно, потому что ситуация на месте виднее. И здесь, еще раз, как сказал президент, в первую очередь, безопасность всех участников экзамена. И, ну, с этим надо будет смириться. Ну, надеюсь, что во всех субъектах, еще неделя у нас почти до экзамена, ситуация все равно понисходяще улучшается, и эти требования не будут предъявлены. Пока нет сигнала, что в каком-то субъекте сейчас точно принято решение, чтобы дети были в масках. Спасибо. Второй вопрос связан уже со здоровьем психологическим. Большинство родителей и педагогов, которые вот сейчас участвуют в нашей прямой линии, они спрашивают, как будет организована работа психологических служб. Потому что, ну, вот, всегда вопрос психологии и поддержки психологической ребенка очень важен, как бы в контексте единого государственного экзамена. Сейчас, конечно, важен особенно. Вот будут ли какие-то психологи, Вы говорили о медицинских работниках, там, 12 тысяч, которые будут участвовать непосредственно в процедуре. Психологи будут находиться? Ну, смотрите, мы тоже рекомендовали всем субъектам Российской Федерации эту работу провести. Мало того, в течение июня месяца Московский психолого-педагогический университет и Федеральный институт педагогических измерений наш провели ряд вебинаров для всех работников образования, которые будут участвовать в проведении экзаменов. Именно по связанной с психологической помощью и поддержкой ребят, если надо, родителей, значит, в период проведения и подготовки к экзамену. Ну, такая вот достаточно массовая история была. Мы порекомендовали всем субъектам на тех совещаниях, которые я говорил, информацию распространить. Эти вебинары тоже у нас в записи есть, и до сих пор могут воспользоваться родители в том числе. Кроме того, почти во многих школах есть штатный психолог, и эта работа и в прошлые годы всегда была организована. То есть, в принципе, в преддверии, в преддверии, точнее, экзамена с каждым молодым человеком психолог общался. В этом году еще раз мы рекомендовали, чтобы эту работу усилить, и надеемся, что субъекты Российской Федерации тоже мониторинг проведем. Организовали работу горячих линий, в том числе психологической поддержки. Спасибо. Таким образом, просто обращаю внимание родителей, что поддержка есть, она оказывается, в любой момент можете обратиться на горячую линию. Региональная. У меня в любом случае просьба коллеги к нам сейчас. Давайте выведем на экран еще раз все телефоны, пусть они будут с нами до конца, до завершения эфира. Последний слайд, мне кажется, он очень важен как раз для участников. Еще один вопрос, тоже связан со здоровьем. Что делать участнику, если на входе в экзаменационный пункт у него обнаружат температуру и недопуститные ЭГЭ? То есть, вот он приходит, ребенок, начинает замерять, оказывается, ну, не знаю, там, 37, например. То есть, вроде бы, не критично, может быть, там жара была. Вот что происходит дальше? Ну, еще раз хочу подчеркнуть, что определит, допустить его или нет по вопросу того, что он здоровый или нет. Будут врачи у нас все-таки? Нет. Это хорошо, договоренность у нас есть. Хорошо, что это будут делать не учителя, организаторы. Во-первых, у них есть свой профессиональный опыт. Я думаю, хороший врач достаточно легко определить, перегрелся ребенок или у него реально, значит, проблемы есть. Кроме того, в каждом пункте проведения экзамена это школа, есть медицинский пункт, где вот это подтверждение, ну, более квалифицированно они могут, наверное, дать. Дальше. Если все-таки ребенок у нас не попал на экзамен, врачи из соображений безопасности остальных участников выносят вердикт, что нет и дают заключение, получают соответствующий документ, что не допущено, это является объективной причиной для участия в резервные дни. Вот, многие, наверное, задавались вопросом, ну, вот, год особенный, нельзя было эти экзамены еще короче сделать. Нельзя. Почему? Потому что именно вот здесь, пусть этих детей, я надеюсь, будет единицы, немного, вот здесь мы должны были вот этот такой коридор создать, даже если он заболел, не дай Бог, болеет уже коронавирусом, чтобы он за этот период, фактически месяц, растянул с учетом августовских, значит, экзаменов четырех, то есть у него есть шанс в этом году, несмотря на то, что он заболел, прийти в себя и сдать экзамены, которые ему нужны были для поступления в ВУЗ. Это будет являться объективной причиной справка о состоянии здоровья и по этой причине он не принял экзамен, но участие в экзамене в первые дни, ну и будет сдавать или в резервные дни основного периода в конце июля, или в четыре дня экзамена в августе. Спасибо. Есть вопрос, который приходит из Краснодарского края, Республики Крым непосредственно, он связан с тем, что фактически здесь начинается в начале июля отпускной сезон. Сюда приезжают, начнут приезжать со всей страны, открываются, собственно, сообщения между регионами, сюда будет такой достаточно большой поток туристов. В этой связи будут ли здесь какие-то дополнительные меры, связанные с обеспечением безопасности, здоровья детей, или какие-то другие специфические моменты, связанные с тем, что это действительно курортная зона? Ну, смотрите, у нас школы, где проводится единый государственный экзамен, это практически 99% это школы. Школы у нас даже в курортных зонах они не находятся, как правило, не находятся в тех кварталах, так скажем, где у нас курортники любят отдыхать. Все-таки это неприбрежная зона, там много нюансов есть с этим связано. Здесь опасений того, что потоки людские могут помешать проведению экзамена, я не вижу. Здесь, я думаю, и регион, региональные органы с этим справятся. Тем более, что, в принципе, морской сезон начинается, хотя не такой массовый в этих субъектах, не в июле, а в июне, уже, так вяло текущее. Ну и, наверное, ну не знаю, прогнозы, какие будут, из-за ситуации, будет ли столько отдыхающих, но это сейчас время покажет. Ну, дело в другом. Организация этих процессов, в том числе и рисков, это ответственность региональных властей, мы еще раз с ними отработаем эти схемы, я думаю, присутствие большого количества туристов никак не окажет влияния на процедуру проведения экзаменов. Спасибо. Есть еще один вопрос, вот последний, я думаю, в этой серии про здоровье, от педагога. Пишет нам педагог, она работает в городе Кисловодске в школе, и ей 58 лет, она проживает с родителями, которые являются участниками Великой Отечественной войны, и она очень переживает, что она является организатором в рамках пункта проведения экзамена, и спрашивает, может ли она отказаться, то есть она чувствует риски для своего здоровья. Вообще, могут быть такие истории, когда именно взрослые организаторы могут вот отказаться в этих ситуациях, в таких сложных регионах, как Кисловодск, где сейчас ситуация непростая? Конечно, могут. Мы рекомендовали всем в первую очередь к организации экзамена в роли организаторов привлекать более молодых преподавателей в первую очередь. И рекомендация, в том числе и Роспотребнадзора была на то, чтобы возрастные участники этой процедуры организовать вовремя смену. Если есть переживания, что какие-то последствия за это будут, мы телефоны горячих линий здесь есть, просьба к нам позвонить, мы уже точно, точно отработаем и примем все меры, чтобы никаких санкций из-за этого отказа, значит, к этому учителя не было. Ну и пользуясь случаем ко всем остальным организаторам, если есть какая-то боязнь, обращайтесь к нам, мы вместе с региональными органами исполнительной власти в сфере образования эту ситуацию отработаем. Нам, кроме того, было рекомендовано всем субъектам Российской Федерации подготовить и обучить, обучение шло онлайн в этом году, резервное количество общественных наблюдателей, понимая, что в период проведения экзамена возможно, если кто-то будет болеть, будет объективная причина, чтобы была вовремя организована качественная замена. Поэтому звоните, если будут проблемы, мы обязательно вашу проблему решим. Огромное вам спасибо. Следующий блок вопросов связан с качеством образования и с тем, что мы... Есть некие гипотезы с тем, что будет по итогам. Это тоже такой вопрос, который беспокоит в первую очередь журналистов. Нам пишут Вести Кубани и спрашивают, оцените, пожалуйста, качество онлайн обучения школьников, вот ваша версия, ваш прогноз, при подготовке к ЕГЭ. Ряд экспертов полагает, что из-за пандемии карантинных мер уровень знаний выпускников существенно снизился. И еще один вопрос, он, про это, фактически добавляет, Александр Жданов спрашивает, планируется, если мы понимаем, что вот дети оказались четвертой четверть непростая в таких ситуациях и риски понижения качества, идет разговор об упрощении заданий ЕГЭ в этом году. То есть, вот есть такая флагема появилась в социальных сетях о том, что задания будут проще, легче, особенно физико-профильная математика. Да, спасибо за вопрос, тоже действительно часто задаваемые, не один, а здесь два вопроса. Что касается прогнозов, будет хуже или лучше. Мой, может быть, субъективный прогноз, что ребят сдадут лучше. И на это есть у меня аргументы. Прав я буду или нет, будет понятно буквально через месяц. Вот, ну, аргументы следующие. Ну, я уже в начале презентации сказал, у нас первый аргумент, если мы говорим про средний балл по предметам в целом, какой он будет. Вот, первый аргумент, что он вырастет, это то, что 73 тысячи участников, которые заявились первого февраля, первого февраля, отказались от сдачи экзамена, получили аттестат. Ну, объективно эти ребята заявлялись на русский язык и на базовую математику. Вот, когда мы смотрим оценки этой же категории ребят по прошлому, то здесь, как правило, ниже среднего. То есть, вот эта когорта, почти 10% от сдающих, она не принимает участие в экзамене, и мы понимаем, что вот здесь уже образовывается у нас то место, так скажем, где у нас образуется улучшение, мы получим улучшение результата, повышение этих средних баллов. Вторая история связана с тем, что не секретно, вот мы всегда за эти годы исследовали успех высокобальников. Он заточен был все-таки на репетитора, на мотивацию, на самоподготовку, и как это все проходило. И когда исследовали этот вопрос, мы увидели, что подавляющее большинство высокобальников у нас дополнительную подготовку серьезную получили как раз таки в онлайн-обучении, и на онлайн-ресурсах, которых очень много. И кроме того, в группах, которые есть вконтакте, где ребята по интересам объединяются по предметам, и совместно, без участия взрослых, анализируют то или иное задание и вместе решают. На самом деле преподавателям доказано, это наиболее самый действенный метод закрепления материала, когда школьник школьнику объясняет на его языке, так скажем, как решать то или иное задание. В этом году они получили из-за самоизоляции как раз таки прекрасное условие, чтобы в онлайне еще больше времени иметь на такую подготовку. Но здесь снова же вопрос мотивации. Если мотивации нет, какое бы образование онлайн или оффлайн, так скажем, не было, оно ни плюсов, ни минусов не даст. Следующая история, на которую мы тоже надеемся, что она очень серьезно помогла ребятам. Мы впервые, не было такого никогда в апреле месяце, как все началось, как началось дистанционное образование. Далее Федеральный институт педагогических измерений дал методические рекомендации с разбором всех острых углов, так скажем, по каждому предмету, развернутые. Кроме того, была видеоконсультация от создателей, так скажем, контрольных измерительных материалов. Указывалось в рекомендациях, в каких заданиях наиболее часто в прошлые годы ученики допускали ошибки. То есть у нас за одну неделю было 2 миллиона просмотров и скачиваний. Это абсолютно бесплатная история была. Но чтобы понимать, если у нас дают 714 тысяч участников, если 2 миллиона скачало это за 2 недели, то получается подавляющее большинство учителей, которые готовят учеников и выпускников будущих этими ресурсами воспользовались. Такую подробную информацию мы не давали никогда. Это такой был бонус для выпускников, чтобы им помочь поддержать психологически. Кроме того, были опубликованы по 2 варианта по каждому предмету. Эти варианты были изъяты из досрочного этапа, который не состоялся. Это актуальные контрольно-измерительные материалы этого года, которые можно было самому порешать. через несколько дней мы опубликовали ответы к этим вопросам. Это бесплатная тренировка для каждого участника экзамена, посмотреть свои силы и самому себя оценить, если не использовать шпаргалок, на что ты можешь надеяться в этом году, увидеть свои пробелы и оставшиеся еще 2 месяца на тот период до экзамена эти моменты отработать. Ну и еще один аргумент в пользу того, что лучше должны сдать. Если в прошлые годы, когда ребята, выпускники ходили в школы, их еще отвлекали от подготовки к 3 или 4 выбранным им предметам, потому что были и другие, в этом году они могли себя посвятить полностью, то есть как бы выбранным предметам, не рассеивать свое, так скажем, внимание, а сконцентрироваться и подготовиться хорошо. Ну и последнее это время, плюс один месяц, который, так скажем, хоть и печально ситуация, но бонусом выпускники этого года получили дополнительно, чтобы еще раз подготовиться. Поэтому у меня прогноз, что сдадут не хуже точно, но мой прогноз, что средние баллы по всем предметам у нас будут немного выше, чем в прошлые годы. Про качество онлайн образования в этом году, ну, чтобы все понимали, у меня дома два студента учились в онлайне одновременно и два школьника, вот, и жилье превратилось, значит, у нас фактически в вуз, колледж и школу, да, то есть еще две недели и мне пришлось на дистанте поработать, то есть у каждого был свой уголок, я понимаю, как это тяжело, сколько мемов у нас в интернете по этому поводу, но эта ситуация была не только в нашей стране, кто смотрел эти ролики, так скажем, иногда умилительные, смешные, да, ну, печально смешные тоже иногда, такая же ситуация была по всему миру, я видел ролики из Юго-Восточной Азии, из Европы, там, и американские ролики, значит, все испытывали проблемы, ни одна страна в мире, ни одна, даже самая высокотехнологичная, которая, ну, по крайней мере, нам так заявляли, не организовала качественное онлайн обучение, ни одной страны в мире даже до сих пор нет этой дидактики разработанной интерактивного онлайн, так скажем, обучения. Конечно, сейчас все задачи, министерство просвещения в том числе, понятно, что условия у всех выпускников, а в нашей стране это еще более тяжелая история, когда есть очень удаленные места, где интернет только спутниковый и не везде, а есть города такие, как Москва, Санкт-Петербург, там, Казань и так далее, где все хорошо, да, как бы, и не только с интернетом, но и даже с компьютерами дома у учеников, но, тем не менее, вот, несмотря на эти все проблемы, я считаю, что с теми задачами, которые были перед школой учителями поставлены, учителя справились и низкий им поклон за это, потому что это было очень тяжело на самом деле, и они эту задачу выполнили. Очень много выводов сделано, министерством просвещения и нами, я думаю, сейчас в этом направлении, конечно, будет работа продолжаться, но это не значит, что тоже фейк тогда пошел, что сейчас школа закроет, и мы навечно уйдем в онлайн. Нет такого пожелания и желания вообще, то есть ни у одного чиновника, и даже в голову эта мысль не идет, поэтому здесь, если ситуация будет повторяться, нам надо сделать все, чтобы переход в какие-то периоды, там, ну, всегда у нас в стране осенью и летом, а весной вспышки простудных заболеваний. Вот сейчас делать надо так, чтобы эти вспышки, иногда по полкласса дома сидят, проходили незаметно для тех даже, кто болеет, ну, безущердно, так скажем, чтобы он мог подключиться в родной класс, посмотреть, как идет урок и даже поучаствовать в уроке. Вот это все надо делать и доводить эту систему до УМАГН, конечно, это уйдет несколько лет, но это делать надо, и ситуация показала, что это необходимо. Министерство просвещения этим занимается, мы тоже свое участие, конечно, примем. И второй вопрос я там пустил. Вопрос был, на самом деле, очень простой. Задания остаются теми же или легче? Задания мы не меняем, потому что в начале презентации я сказал, 1 сентября ежегодно мы публикуем демоверсии. И вот как только мы их опубликовываем, значит, начинается подготовка. А некоторые, ну, уже подавляющее большинство ребят, которые ориентированы на результат, они подготовку начинают не в 11 классе 1 сентября, а в десяток, когда класс переходит 1 сентября, и два года готовятся. Вот представьте, два года готовятся по одним, так скажем, лекалам, по одним требованиям, а тут за месяц до экзамена мы решили что-то там облегчить, и на самом деле вот такое изменение может привести не к улучшению результата, а наоборот к ухудшению. Правила игры содержательные, вот содержательные правила игры мы не меняли, подходы к организации да, мы поменяли, подходы там к выдаче к аттестатам принято было решение, но содержание менять ни в коем случае нельзя было, и количество выбранных предметов в том числе, и мы и нас услышали, и мы в этой логике остались, и ничего к содержанию у нас не поменялось. Спасибо большое, и последние два вопроса, они связаны с результатами, а насколько быстро пройдет проверка, насколько быстро выпускники увидят свои результаты и смогут их акцептировать в университетах. И второй момент связан с апелляциями. Вы сказали о том, что апелляции будут в онлайн режиме, но это апелляции результата, у нас еще есть апелляции, связанные с процедурой, которые фактически сразу выпускник по завершению может подать после завершения экзамена и так далее. Вот здесь какие-то моменты нововведения именно с апелляцией по процедуре могут быть в связи особенно с новыми медицинскими требованиями. Ну, если будут апелляции связанные с несоблюдением санитарных норм, мы еще раз все рекомендации совместные с Роспотребнодзором в регионы отправили и соответственно апелляционные комиссии, которые есть у нас в регионе, будут на них полагаться и выносить вердикт, так скажем. Что касается апелляции в дистанционном формате, здесь кроме того, что это перешло в дистанционную часть, скорость обработки и регламент подачи, он тоже не поменялся и мы отчетливо понимаем, регионы ориентируем на то, что от скорости принятия решений зависит то, что поступит молодой человек в УЗ или нет. Когда мы отрабатывали вот это расписание, которое сегодня говорил, оно принято не волевым решением, так сказать, Рособорнадзора, то есть это трехсторонняя, даже четырехсторонняя договоренность Министерства просвещения, Рособорнадзор, Министерства образования и науки и Совет ректоров. Значит, мы по каждой дате прошли, именно эти вопросы они задали, их в первую очередь беспокоит скорость обработки результатов. Как и в прошлые годы, мы берем на основные в первую очередь экзамены 10 дней, не более до выдачи результата. И вот те сроки, которые мы определили, как раз таки хватают для того, чтобы ребята могли подать документы. Кстати, они уже могут подать документы, потому что аттестаты у них на руках есть. подать в те вузы, которые они хотели, ну или в часть вузов. А часть могут оставить, а в часть вузов могут, например, как бы мой совет, оставить на тот момент, когда они уже получат результат, ну чтобы сравнить на что, на кой вузу он может, в каком вузе на бюджетное место или на кой специальности он может претендовать. А получив, останется только получить результат, документы в вузе, все высшие учебные заведения подключены к нашей базе, с 20 августа фактически они начнут пользоваться, уже формировать первые списки и рейтинги, так скажем. Все вот эти даты у нас заточены под эту технологическую цепочку. И мы надеемся, что у нас ни один выпускник не останется с проблемой, когда у него результатов нет, он везде поучаствовал, а результатов нет, а вуз не смог его зачислить. Если снова же будут какие-то опасения, это уже ближе к 20 августа с обработкой того или иного результата, телефоны здесь представлены, горячих линий тоже, здесь можно на оба из телефонов звонить, и мы обязательно будем индивидуальный подход будет к каждому такому случаю вмешиваться, несмотря на то, что ребенок находится там, неважно нам, на Камчатке или в Калининградской области. То есть мы оперативно будем включаться и отслеживать ситуацию. Огромное спасибо. Уважаемые коллеги, я хотела поблагодарить Санзар Ахмедовича за то, что, во-первых, вы так подробно сегодня детально по всем вопросам, которые они поступают. Я понимаю, что у каждого есть своя ситуация, свои детали. В режиме, уважаемые друзья, коллеги, как раз прямых горячих линий здесь можно будет уже индивидуально поговорить на какие-то моменты, а сегодня мы, по сути дела, все ключевые еще раз моменты в преддверии, остается неделя до основного экзамена уже мы проговорили. Искренняя благодарность вашей большой команде, которая в этой непростой ситуации действительно провела огромную работу, все подготовительные меры, организационные, методические, информационные поддержки, все необходимое было сделано. И, наверное, будет такое традиционное уже ежегодное обращение к моим коллегам-журналистам, оно остается неделя. Если мы с вами сможем создать такой информационно комфортный для семьи, для родителей, для ребенка, чтобы они смогли максимально спокойно, не отвлекаясь сейчас собраться и просто подготовиться, то 3 июля, безусловно, первый старт будет максимально успешным. Поэтому давайте наберемся терпения, давайте все вместе в интересах наших детей сделаем этот единый государственный экзамен 2020 года наиболее комфортным. Огромное всем спасибо, и мы желаем искренней удачи и вам, и вашей команде, и родителям, и педагогам, для того, чтобы это произошло в интересах наших детей. Еще раз огромное спасибо. 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 Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.